МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим чрезвычайной ситуации сохраняется у нас в городе. Расскажите о работе управления в этот период. Как знают все жители города, режим чрезвычайной ситуации введен в городе с часа ночи 22 ноября и продолжается по сегодняшний день. В этом режиме работают все службы города, управление, департамент городского хозяйства, ну и все службы, которые занимаются обеспечением города и электроэнергией, и теплом, и газом. То есть все под контролем? Все под контролем, держится, бригады все работают, все аварии, которые происходят на сетях, в домах, и на подводах домов, все устраняются в кратчайшее время. А с какими основными вопросами приходится сталкиваться за этот особый промежуток времени? Ну, основные вопросы, которые идут от жителей города, это несоблюдение графиков подачи электроэнергии, нехватка тепла в домах, ну, это основные вопросы. Графики Севастополь Энерго, которые были утверждены правительством города, пытаются соблюдать, но не всегда получается в связи с нехваткой мощности, которая вырабатывается нашими генерирующими системами и перетоками с материковой части России. На помощь нам приходят дизель-генераторы, так ведь? На помощь приходят дизель-генераторы, они сейчас работают круглые сутки, стараемся, чтобы они не останавливались, не всегда получается, поэтому приходят сбои. Где-то проходят ремонты, где-то проходят сбои, техника должна обслуживаться, поэтому она обслуживается и эксплуатируется в штатном режиме. А вот какова дальнейшая судьба дизель-генераторов, когда режим чрезвычайной ситуации пройдет? Что с ними будет? После того, как пройдет режим чрезвычайной ситуации, на тех объектах соц. обеспечения, на которых они сейчас находятся, это здравоохранение, водоканал, теплосеть, они так и будут находиться на этих объектах, на случай, если производят какие-то варии, чтобы можно было подавать воду, тепло в дома людям, жителям Севастополя. Они будут работать и поддерживать их в рабочем состоянии. Те генераторы, которые сейчас расположены на квартирных домах, я думаю, что будут перемещены в определенное место, произведутся обслуживания, и они будут стоять как резерв для того, чтобы можно было в случае таких же чрезвычайных ситуаций их установить опять же на объекты и подавать электроэнергию жителям. – Хватит ли твердого топлива на топительный сезон для угольных котелин, а также мазута и дизеля для соответствующих котелин? И у кого приобретается топливо? – Уголь завозится с материковой части Российской Федерации. У теплосети заключен договор на поставку угля. Он реализуется в полном объеме. В настоящий момент у теплосети в запасах 800 тонн. Еще на подвозе идет около 1000 тонн. То есть на запас пополняется по мере его расходования. В зависимости от температурного режима идет и соответственный расход угля. Мазут завезен полностью на все котельные, которые работают на мазуте. У нас, по-моему, 9. То есть они работают в режиме. Мазут завезен с запасом на полный сезон работы. – И дизель, соответственно. – А были ли какие-то проблемы в работе заправочных станций в этот период чрезвычайной ситуации? Ведь они тоже завязаны на энергомощности. – В начале режима чрезвычайной ситуации был ажиотаж по топливу. Не успевали делать подвоз. В настоящий момент ажиотажа с топливом нет. На заправках топлива есть в полном объеме, который необходим. Идет подвоз ежедневный. И дополняются емкости, которые находятся на базах у топливозаправщиков. – Все ресурсы мы получаем с материковой части России? – Да, все ресурсы получаем с материковой части России. – Закуплено ли оборудование для ремонта в отопительный период? И создан ли уже запас прочности на это время? – Для обеспечения объектов теплоснабжения есть аварийный запас оборудования, который необходим на случай аварий, для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки их устранить. Этот запас пополняется. Если он расходуется, он пополняется. – У нас в городе помимо котельных работает еще и ТЭЦ. Какую мощность она вырабатывает и какие объекты она обеспечивает? – ТЭЦ работает у нас в сеть общегородскую. Конкретных объектов обеспечения нет. Она электроснабжает, как и МГТСы, которые работают возле подстанции Севастополь. Они выдают все в сеть, в общую сеть, и она работает в общем цикле. Также на Севастопольской ТЭЦ выработка у нее идет порядка 26 мегаватт электроэнергии. Кроме этого, она снабжает теплом районы Жидилова, корабельной стороны города Ингерман. – А запланировано ли возведение в городе еще одной ТЭЦ? – Начато строительство не ТЭЦ, а ТЭЦ – теплоэлектростанции, которая будет вырабатывать электроэнергию. Пуск ее запланирован на начало 2017 года. В первую очередь будет выдавать 235 мегаватт. Строительство ее ведется в районе Федюкиных высот. – А вот запланировано возведение подстанции для осуществления электроснабжения сельских районов, таких как Андреевка, это тоже входит в планы, да? – Да, это входит в планы. Есть инвестиционная программа «Павла-Севастополь-Энерго», в которой запланировано строительство подстанции 35 на 6-10 кВ, которая будет обеспечивать район Андреевки, Солнечного, частично, возможно, поселка Кача. – Случались ли аварии на объектах теплоснабжения в последнее время? Если они были, то по каким в основном причинам? – Причины разные. Больших крупных аварий на сетях теплоснабжения не происходило. Были небольшие поломки на небольших теплотрассах, при которых оставались без отопления от двух до трех домов. Эти аварии устранялись в кратчайшие сроки и обеспечивалась подача тепла на дома жителей. – Сколько бригад сформировано на случай возникновения аварийных ситуаций и в каком режиме они работают? – В настоящий момент все бригады, работающие в электрических сетях, в тепловых сетях, работают в водопроводных, газоснабжениях, все бригады работают в круглосуточном режиме. У каждого предприятия свое количество аварийных бригад для выполнения этих работ. В Севастополе Энерго это порядка 30 бригад, в теплосети 15, на водоканале 16, в Горгазе 8. То есть на всех предприятиях бригады работают в круглосуточном режиме. – А сколько человек в бригаду входят специалисты? – В зависимости от того, какие это предприятия, в состав бригады входят от трех до пяти человек. – В режиме чрезвычайной ситуации, насколько участились вызовы таких вот бригад? Или динамика не существенно отличается от предыдущих периодов? – В начале чрезвычайной ситуации, когда шли большие отключения и перепады напряжения, нагрузки возрастали, были повреждения в сетях. В настоящий момент они уже идут на спад, потому что практически постоянно подается электроэнергия и тепло в дома. Да, бывают случаи вызовов, но они уменьшаются с каждым днем. – В чем же преимущество использования газовых котельных перед угольными? И планируется ли модернизация в этом процессе? – В настоящий момент у нас угольных котельных не так много. Идет модернизация этих котельных, переоборудование их под газ. В основном это котельные, которые расположены у нас в сельской зоне. Туда, как только будет доведен газ по программе газификации, они будут переоборудованы все на газовое оборудование. Естественно, использование газа улучшит подачу тепла и сэкономит финансовые расходы. – В какие сроки запланировано решение этого вопроса? До 2020 года? – Да, у нас есть программа газификации, разработанная Департаментом городского хозяйства и Управлением капитального строительства в 2015-2020 годах. – Насколько процентов на сегодня запущена энергомощность города? Как изменилась обстановка в этой сфере в связи с запуском первой и второй нитки энергомоста? – На момент начала чрезвычайной ситуации город был обеспечен с учетом всех работающих генерирующих устройств порядка 65%. После запуска первой нитки энергомоста и второй в настоящий момент город получает обеспечен порядка 85-90% мощности, необходимой для постоянной работы. – И соответственно график верных включений и отключений тоже должен поменяться в связи с этим? – В связи с этим Севастополь Энерго меняет графики и утверждены сейчас графики ограничения на утренний и вечерний максимум нагрузки, когда не хватает городу порядка 25-30 мегаватт мощности. На этот промежуток времени вводятся графики Севастополь Энерго, они меняются в зависимости от дней недели, четные или нечетные числа, и идет распределение графиков так, чтобы не страдали в одно и то же время одни и те же районы города. – Всех жителей волнует вопрос, Новый год мы будем встречать со свечами или без? – Я думаю, что Новый год мы будем встречать без свечей, но если кто-то захочет у себя держать свечи и встречать Новый год и смотреть телевизор, я думаю, что… – То есть электричество будет на новогоднюю ночь? – Да, электричество на новогоднюю ночь будет. – Можно ли утверждать, что в целом ситуация стабилизировалась? Какая мощность нужна для полноценного функционирования города, в том числе и всех производственных предприятий? – Ситуация стабилизировалась, но не на все 100%. Как я уже говорил, что в настоящий момент необходимая мощность городу выдается от 85% до 90%. Городу для полной работы всех предприятий, освещения и всего нужно порядка 20-235 мегаватт мощности. В настоящий момент установленная мощность, которую нам дают, это порядка 190-186 мегаватт. – Какое внимание будет уделено в этой сфере в перспективе? Планируется ли увеличение энергомощности впоследствии в ближайшие годы? – Как я уже сказал, начато и ведется ускоренными темпами строительства ТЭЦ в районе Федюкиных высот. При ее вводе, запланированном на 2017 год, город получит мощность 235 мегаватт. Плюс существующая работа нашей севастопольской ТЭЦ, которая выдает порядка 25 мегаватт. Я думаю, что город будет обеспечен электроэнергией полностью. – Как Вы оцениваете подготовку города в целом к зимнему сезону? – Вы знаете, чрезвычайная ситуация, которая случилась с ноября месяца, показала, что город готов к зиме и нормально проходит этот режим. – Ну что ж, время нашей передачи «Истекло». Благодарю, что поделились с нами актуальной для жителей города информацией. Спасибо, что пришли к Вам в студию. – Спасибо. – Напомню, в прямом эфире программы «В контексте» говорили с начальником управления топливно-энергетического комплекса Вадимом Мудревским. Эфир же телеканала продолжается. Актуальные темы еще впереди. Не пропустите. – Спасибо.